здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана сегодняшнем видео как обычно мы с вами будем делать таро гороскоп на неделю для каждого знака зодиака и сегодня мы с смотреть с 21 февраля по 27 что ожидает каждый знак на неделе и также будем с вами смотреть совет и предупреждение и так первый знак как всегда овны смотрим что овнов ожидает на неделе прекрасная неделя достаточно на смотрите что у вас получается овна и вообще на самом деле у вас очень хорошая неделя то есть здесь достаточно плодотворная вы сможете очень многое реализовать именно то что вы сейчас задумали для себя будут конечно сложности будут трудности но это больше знаете такая именно физическая работа то есть когда будете работать на износ чтобы заработать деньги то есть у вас вот идет именно такая позиция единственное что немножко будет у вас неуверенность присутствовать и на это возможно неуверенность идет именно в других людях то есть вы будете пересматривать свои позиции за того что вы в ком-то будете неуверенно знаете как это может быть партнер по бизнесу да это может быть какой-то человек с которым будете договариваться и из-за этого вас может возникнуть либо какая-то заминка либо какая-то неуверенность в том плане что а вот вдруг не получится и все остановится то есть если вы чувствуете либо в ком-то сомневаетесь то действуйте сами знаете то есть не пытайтесь положиться на кого-то потому что только вы сами способны очень много изменить неделю очень продуктивное активное очень много что сможете реализовать если вы будете настроены потому что может у вас немножко быть такой момент что вы где-то в чем-то подустанете и можете махнуть на все рукой не захочется особенно когда вымытаетесь полностью из сил до но во всяком случае вы сможете все-таки реализовать получение денежных средств присутствует причем даже больше чем вы будете рассчитывать особенно это кто занимается бизнесом получение новой работы если кто искал долго работу потому что здесь идет такой момент что вы очень легко и быстро сможете найти именно то о чем возможно мечтали да то есть именно то что хотели вообще вам нужно сосредоточиться на неделе именно на том что все действия вас будут происходить очень быстро и от вас потребуется именно скорость внимания то есть ни в коем случае не расслабляться ни в коем случае не пытаться какие-то процессы остановить потому что если вы сможете попасть вот в этот поток активности вы тогда сможете получить очень многое то есть именно реализовать это что вы хотели если в чем-то сделаете заменку вы просто потом будете жалеть что упустили какие-то возможности как бы будете себя ругать поэтому здесь сосредотачиваемся на работе потому что вас вся неделя идет очень активная так совет для вас случайности не случайно здесь говорится именно о том что все что будет происходить на неделе вы сами к этому шли вы очень долго к этому шли очень долго просили и вот наконец у вас сейчас есть предоставляются прекрасные возможности получить именно то о чем давно хотелось так предупреждение не ищите врагов там где их нету здесь больше вам говорится о том что вы должны быть очень внимательно в людях именно на неделе разбираться потому что кто-то может вам испортить скажем так некую атмосферу может быть такой момент но при этом же при этом же у вас может быть скажем так помощь поддержка со стороны других людей и вот если вы в ком-то будете не уверены у вас может быть такое состояние что вы в других людях будете тоже не уверены то есть вам самое главное очень внимательно подходить именно к общению и особенно допускать вот именно к вашим желаниям то есть именно к реализации своих идей поэтому внимательно смотреть именно кто вас окружает так это были овны теперь мы смотрим телец телецов легкая такая неделя достаточно но не расслабляйтесь не расслабляйтесь потому что здесь как-то вам не особо захочется что-то вообще предпринимать и что-то делаете немножко такой идет момент а знаете как у вас идет такая позиция что вот вы можете что-то начать на неделе но почему-то реализацию то есть вы не доведете до конца какие-то дела и здесь возможно либо вы сами чего-то испугаетесь не захотите знаете как что вдруг не справлюсь вдруг мне не получится либо кто-то вас отговорит еще такой момент может быть поэтому если вы хотите что-то реализовать получить не слушайте никого на неделю особенно кто будет вашем окружении кто не желает чтобы у вас было хорошо имейте это ввиду потому что здесь могут отговаривать а потом вы поймете что сделали ошибку послушав кого-то знаете что не сосредоточились на достижении своих целей просто будете об этом потом жалеть и что упустили некую такую возможность неделя очень приятные на общение очень много будет встреч очень много будет разговоров очень много будет таких приятных новостей и причем новости это могут быть от людей с которыми вы давно не виделись то есть если вы давно с кем-то хотели встретиться пообщаться узнать и там предположим про какого-то человека да как он там поживает то как раз на неделе вы сможете получить именно известие новости такой момент и будет новости будут приятные то есть у вас сразу пойдет ностальгия воспоминания возможно еще это станет причиной что вы не будете ничего предпринимать если рассматриваем работу то здесь мало вероятно что вы можете устроиться на работу потому что либо вы остановитесь на том что есть либо вы просто для себя посчитаете нужно пока ничего не менять то есть у вас знаете будет такое больше расслабленное состояние когда не хочется каких-то резких перемен в жизни не хочется каких-то кардинальных изменений а хочется просто спокойно да вот прожить неделю то есть наслаждаясь такими яркими событиями но именно на неделе вы будете принимать свою сторону очень много внимания и это вам позволит вот знаете наполнится такой энергией даст вам такое некое вдохновение что принципе вы на неделе будете просто себя превосходно чувствовать это и касается отношений если были проблемы в отношениях то здесь однозначно вы сможете вот наладить свои отношения знаете как у вас атмосфера вот идет легкости спокойствие где вы можете просто наслаждаться такими свободными минутами да и получать просто удовольствие от жизни это вас так так давайте я вам совет что вам совет пробуйте разные варианты играйте с различными возможностями то есть здесь вам советую то что у вас будет очень много возможностей где предположим вы можете себя реализовать а то есть если вы долго не могли прийти к какому-то решению да то есть долго искали путь долго искали какие-то варианты то у вас есть прекрасные возможности которые вы можете реализовать то есть но их нужно ухватить а для этого какой-то момент не стоит расслабляться предупреждение не принимайте резких и жестких решений вот здесь как раз и показаны и говорят что то что вы будете искать то что вы будете находить и принимать своей жизни вы можете это все получить но если вы будете действовать аккуратно то есть не старайтесь быстро переломить какую-то ситуацию особенно когда вы чувствуете что вы внутренне не готовы поэтому здесь будьте в этом осторожны до вас так так это это были тельцы теперь мы смотрим близнецы там близнецы прекрасная пока неделя как то выпаду стали хотя у вас будут поводы для радости вы как-то их не особо будете замечать а зря наоборот вам нужно посмотрите что получается вообще неделю вас идет такая очень благоприятная спокойная где вы почувствуете первую очередь и знаете вам очень важно почувствовать комфорт в душе потому что здесь идет такой момент что вы как будто уже от чего-то подустали уже все надоело уже ничего не хочется уже возможно что были какие-то события которые вас расстраивали и вам кажется что выхода нет совсем но все-таки силы найдете для того чтобы вот именно выбраться из этого состояния и наконец хоть что-то поменять до своей жизни то есть хочется что-то поменять но возможно у вас идет такое состояние как вы не видите выхода да то есть либо настолько вот закрылись своих проблемах что вы не можете никак во всяком случае найти путь решения каких-то своих вопросов особенно таких личных вопросов то есть то что касается лично вас то есть казалось бы вроде все спокойно то есть в доме спокойно вроде какие-то моменты наконец решаются там гости могут приехать вам поднять настроение вот будет такое ощущение что что-то не хватает то есть как будто вот вы либо ограничены в чем-то либо как будто у вас что-то не получается но вам самое главное это просто знаете вот в каждом своем шаге увидеть просто такие знаете вот мелкие радости то есть не обязательно там что-то масштабное менять своей жизни а вам достаточно просто увидеть какие-то мелкие радости в жизни первое это позволит вам как раз вот подняться духовно позволит вам почувствовать себе уверенность почувствовать себе силы и что вы действительно но что в вашей жизни не все так плохо Понимаете, что вы действительно можете очень многое поменять на самом деле. Просто вы подустали. Попробуйте, возьмите себе элементарный один день отдыха. Позвольте себе расслабиться. Но не так, что погружаясь, скажем так, в тяжёлые мысли, что жизнь плохо, всё плохо, ничего не получается. А наоборот, просто позвольте себе расслабиться от всего. То есть не думайте ни о проблемах, не думайте о том, кто что подумает о вас. А просто дайте себе минутку вдохновения, дайте себе минутку отдыха, когда свобода от всего. И это позволит вам увидеть очень много радости на самом деле в жизни. То есть вы поймёте, что в вашей жизни не всё так плохо, что есть и хорошие перспективы, есть и работа, да, может быть, не устраивает в каких-то моментах. Но вы, во всяком случае, уверены в том, что ваша работа, предположим, в какой-то мере стабильна. И, может быть, как коллеги к вам хорошо относятся, в доме порядок, всё спокойно. Понимаете? То есть здесь больше идёт такое внутреннее состояние, что идёт очень сильный упадок. И вам, конечно, нужен отдых. И вот как раз на неделе позвольте себе это. Так, совет для вас. Доведите начатое дело до конца. Здесь вам и говорят, что если вы, возможно, в чём-то сделали остановку и чувствуете внутреннюю, что всё, уже нет силы, я не могу уже, не хочу. Как раз наоборот. Возможно, что именно этот момент вас и мучает. Понимаете? То есть какая-то такая одна наболевшая проблема, в которую нужно поставить точку. И вот когда вы поставите точку, вы почувствуете, что вы как будто от чего-то освобождаетесь. И вы почувствуете лёгкость и уже уверенность двигаться дальше. То есть вам на это нужно обратить внимание. Предупреждение для вас. Не спешите никуда, не суетитесь. То есть здесь как раз карты говорят, что если вы что-то всё-таки хотите изменить и улучшите, как говорится, качество своей жизни, делайте всё размеренно. То есть не пытайтесь там сделать всё и сразу, потому что у вас и так сил нет. У вас нет ни настроения, ни сил. Вы совершенно вот такое чувство, что вы разбиты. Поэтому вам очень важно, вот как я и сказала, хотя бы минутку отдыха себе позволить, чтобы вы могли набраться сил и уже более кардинально всё менять. Вот у вас так. Так, это были близнецы. Теперь мы смотрим раки. Ну, тоже достаточно спокойно. А что-то всё равно вас будет тревожить. А тревожить вас будет то, что как будто вы стоите на месте и ничего не меняется. И боитесь, как бы ещё хуже не была ситуация. Немножко такой момент. Боитесь сделать шаг. Потому что в вашей жизни немножко идёт остановка. Причём, возможно, что эта остановка у вас длится уже не один период. И вы пытаетесь, возможно, сохранить какой-то баланс, чтобы хотя бы ещё хуже не стало в вашей жизни. И вас это очень сильно тревожит. И такое чувство, что вы уже в отчаянии в таком, что уже не знаете, что делать. И только у вас одна мысль, как бы не было хуже. Вот у вас пока идёт так. Но на самом деле нет. Я не вижу, чтобы у вас было хуже. Потому что здесь, да, вы боитесь что-то разрушить, скажем так, привычный свой образ. Вы боитесь, что даже элементарно, хоть какой-то цепляетесь за какой-то комфорт и боитесь, что и он у вас уйдёт. И вообще, что тогда будет. То есть у вас уже чуть ли не паника идёт в жизни. Но на самом деле не так. То есть здесь, в первую очередь, вам на неделе не стоит что-либо предпринимать каких-то серьёзных решений, каких-то серьёзных таких перемен. Не пытайтесь начинать что-то. Потому что здесь, наоборот, неделя вам даёт, знаете, такую возможность больше пересмотреть свою жизнь, пересмотреть свою ситуацию. То есть, возможно, людей, которые вас окружают. То есть пересмотреть. Может быть, вы связываетесь, предположим, по бизнесу с людьми, которые не дают вам то, что вы от них ожидали. То есть вам, соответственно, нужно с ними решать вопрос и, возможно, разорвать какие-то контракты. То есть вам как раз даётся возможность пересмотреть свою жизнь иначе. И, возможно, в какой-то степени, то есть в каком-то аспекте, разорвать вот эту линию, вот этот круг, по которому вы постоянно идёте, для того, чтобы можно было начать что-то новое. Но это нужно делать медленно. Это ни в коем случае нельзя делать резко, потому что вы и так вот в таком состоянии на грани, что вы не сможете, знаете, как-то подстроиться под, скажем так, быстрые перемены своей жизни, что может произойти такое вот какое-то яркое событие, а вы будете не готовы принимать, как говорится, подарки судьбы. Поэтому здесь, если вы хотите что-то поменять, действуйте очень аккуратно. Это вот такой вот первый у вас момент. В целом, в целом, если вы не будете паниковать, если вы будете спокойно реагировать на какие-то обстоятельства, от чего-то отстраняться, понимаете? То есть если вы чувствуете внутренне, что ну не хочется, ну нету сил, либо неинтересно. И если, предположим, вас кто-то заставляет, не пытайтесь там себя насиловать специально, да, чтобы вот что-то решить. То есть здесь вам нужно постараться, наоборот, как-то отстраняться, чтобы, во всяком случае, пока себя привести, скажем так, в некий порядок, да, чтобы вот такое вот состояние, когда можно было уже более объективно смотреть на какие-то позиции. Не бойтесь от чего-то отказаться. То есть если вы хотите вот выйти из этого замкнутого круга, чтобы вот у вас вот всё по кругу, да, крутится, и вам кажется, что ничего не поменяется, поменяется. Возможно, просто вам самим нужно будет пересмотреть, как я и сказала, свою жизнь, да, либо какие-то свои привычки, своё поведение. Это вам позволит увидеть вот именно себя со стороны и увидеть, ну, жизнь по-новому, понимаете? То есть вот свою жизнь совершенно с другой стороны. Так, совет. Нужно учиться прямо и открыто выражать свои мысли. Возможно. Возможно, что идёт такое некое внутреннее сопротивление, когда вы все эмоции держите в себе, когда вы вот хотели высказаться, да, хотели что-то кому-то сказать, но вы этого не сделали. Там обиды, внутренние какие-то комплексы, и вы это всё держите в себе, и вы не даёте выхода энергии. И, соответственно, это отражается на ваше состояние, что просто вот, как говорится, белый свет не мил. Понимаете? То есть вам нужно вот всё-таки либо с кем-то поговорить, то, чего вы боитесь, как раз, возможно, что это поставит точку в чём-то, да, либо что вы, может быть, в какой-то мере не готовы. Вам нужно собраться с мыслями и вот решиться. Так, ну а предупреждение. Где-то трава всегда будет озеленее. А здесь, вы знаете, вот вам предупреждение идёт такое, что не ищите вот именно где-то хорошие жизни, потому что здесь вы сами можете спокойно создать себе хорошую жизнь. Если вы правильно подойдёте к этому и не будете бояться вот о чём-то говорить либо разорвать какую-то привычную связь, вот именно то, что вас и держит, да, вот в таком замкнутом круге, а уже вот именно сейчас создавать себе хорошую жизнь. И тогда будет всё хорошо. Так, это были у нас с вами раки. Теперь мы смотрим лев. Львы себя превосходно будут чувствовать просто на неделе. Итак, львы, у вас идёт такая ситуация, что вы будете себя настолько уверенно чувствовать. То есть вы будете уверены в том, что вы делаете, поступаете в каких-то моментах правильно. То есть вы будете управлять своей жизнью, вы будете управлять всевозможными ресурсами своей жизни на неделе, что позволит вам почувствовать себя намного сильнее, увереннее. Единственное, что не пытайтесь ухватить многого на неделе, потому что не всё вам будет дано, к сожалению, что-то сделать на неделе, а вы будете из-за этого, знаете, как вы начнёте себя ругать, и это может, знаете, ослабить именно вашу хватку, вашу уверенность в том, что вы можете получить многое. На самом деле, в первую очередь, вам нужно обратить внимание именно на такие насущные дела, которые есть сейчас. То есть что-то укрепить, что-то подкорректировать в своей жизни, что-то улучшить. У вас предоставляются прекрасные возможности, очень хорошая помощь, кстати, идёт со стороны родственников. Именно это могут быть как дальние родственники, близкие, либо приближённые люди, которые рядом с вами. То есть вы будете чувствовать поддержку со стороны других людей, и это вам придаст ещё больше сил, уверенности в том, что вы, наконец, получаете в жизни то, возможно, что мечталось ранее, то есть то, что хотелось. Что-то вы очень важное завершите на неделе. То есть это может быть связано с недвижимостью, это может быть связано с работой, либо вы не могли очень долго с кем-то договориться, подписать какие-то договора. То есть здесь вы как раз на неделе всё это завершите. Прямо очень удачно для вас получается. Единственное, что, как я сказала, не пытайтесь охватить всё и сразу, потому что здесь, именно в этот момент вы можете расслабиться, именно в этот момент вы можете допустить какую-то ошибку, о которой просто потом будете жалеть. Понимаете? То есть будете сильно сожалеть о том, что зачем... То есть не делайте лишних шагов. Если вы чувствуете, что где-то что-то не получается, лучше оставьте эту идею. Займитесь именно теми делами, которые есть. То есть в тех, которых вы уверены, что действительно вы доведёте до логического завершения. Если вы не уверены, даже не начинайте. Потому что вас будут к этому подбивать. То есть будут люди, которые, может быть, вложиться куда-то, либо какую-то работу, но вы чувствуете, что эта работа не для вас, предположим. Либо что там совершенно другие какие-то, скажем так, возможности, другие обстоятельства. То есть если вы не уверены, то не пытайтесь переломить эту ситуацию. Вот самое главное — это всё-таки всё завершить, то есть то, что вы делали, возможно, ранее. То есть всё завершить, как я и сказала, до логического конца. Тогда да, тогда вы уже можете что-то новое начинать. Но вот у вас вся неделя будет связана, сосредоточена именно на том, что вы будете всё-таки решать насущные дела. Но у вас удачно это решится, потому что здесь самое главное, что вы в семье уверены и чувствуете, что вы справитесь, как говорится, с любыми трудностями. Так, совет для вас. Относитесь к жизни проще, как к игре, где у каждого своя роль. Вот вы должны это всегда помнить. Именно о том, что вот именно на этой неделе вот у вас есть какое-то важное дело, которое вы можете сделать. То есть не пытайтесь вот именно, как я и сказала, ухватить 100 дел сразу. То есть самое главное для вас сосредоточиться именно на том, что для вас важно в первую очередь. Вот выделите какую-то определённую задачу и именно ей следуйте. Так, на предупреждение. Вы склонно принимаете желаемое за действительное. То есть вот здесь как раз идёт вам предупреждение, что если вам кто-то что-то будет предлагать, и это будет немного, знаете, как преувеличено, я бы сказала, то нужно очень внимательно подумать, чтобы не сделать ошибку, потому что есть риск того, что могут вас обмануть на неделе. Так, это были львы. Теперь мы смотрим Дева. Девы, а вы с чем-то определитесь. Но трудно будет вам даваться этот выбор. Очень трудно будет даваться. Здесь самое главное, как ваш настрой идёт. Потому что здесь вы немножко в растерянности. То есть у вас есть желание получить что-то максимально для себя. То есть у вас есть, скажем так, несколько путей развития, несколько решений, которые вы сейчас, возможно, будете находиться в таком состоянии, что будете бояться ошибиться. Будете бояться, что вдруг я сделаю неверный шаг, и я об этом сильно пожалею. Понимаете? То есть такой момент у вас может быть. Поэтому здесь в первую очередь, если что-то не получается, не отчаивайтесь, потому что у вас будет на неделе склонность к этому, что вы будете находиться в паническом состоянии, всё плохо в жизни, ничего не получается и так далее. Но вам нужно сосредоточиться на, скажем так, каких-то личных интересах и все свои силы бросить на какую-то одну задачу. То есть именно на то, что более комфортно для вас и то, что приемлемо для вас. Не ждите каких-то больших чудес на неделе, потому что здесь, ну, как это, знаете, немножко не даст вам вот именно того, что вы хотите, если вы будете что-то больше ожидать. Вам самое главное сосредоточиться вот на таких вот реальных вещах и следовать именно вот тем целям, которые вы будете ставить. Но вы сможете определиться. То есть вы на неделе уже не будете там бояться сделать какой-то лишний шаг, что вдруг это будет моей большой ошибкой. То есть вы этого бояться не будете. Когда вы примете для себя, что вы действительно можете очень много изменить в своей жизни и получить то, что вам хотелось, то есть достигнуть именно того благополучия, которое у вас внутренне есть настрой, вот тогда вы действительно уже, знаете, будете внутренне себя более уверенно чувствовать. То есть вы будете вот такой, знаете, подъём сил почувствуете, уверенность, что действительно вы способны уже, как говорится, свернуть горы. Но вам для этого нужно сделать шаг, потому что вы пока, возможно, в каких-то аспектах топчетесь на месте, что не совсем реализовываете что-то, либо не совсем что-то меняете. У вас немножко идёт именно такая ситуация, что вы, да, я хочу, да, там, я могу, умею, у меня есть всё абсолютно, но ничего не предпринимаете. И это вас тоже будет немного расстраивать, что, ну, как даже больше себя ещё будете ругать, что, ну, почему я там не сделала какой-то шаг, да, либо не сделал. То есть вам нужна просто побольше уверенности именно в том, что вы делаете правильно. И это как раз не будет вашей ошибкой, понимаете? То есть вы, когда для себя определитесь, вы поймёте, что вы сделали для себя правильный выбор, какое-то приняли очень важное решение, которое способствует именно большим изменениям в вашей жизни. Так, совет. Прошлый опыт поможет вам не совершать ошибок. То есть здесь как раз вам карты и показывают, что вы должны опираться именно на то, что есть сейчас у вас. То есть на свои знания, на свой опыт, на то, что вы можете, что реально что-то изменить. Не думать о том именно, что вы в прошлом делали какие-то ошибки, а это всё нужно забыть и отпустить, а просто смело двигаться вперёд. Предупреждение. Стабильность и покой могут стать тормозом для развития. Здесь карта говорит о том, что вы, возможно, вот в этой ситуации можете, знаете, такой вот выбрать для себя некий баланс, такого, знаете, как умиротворения спокойствия, что я лучше ещё подожду, понаблюдаю, посмотрю, что не буду пока торопить события. И это как раз будет вашей ошибкой. То есть здесь вам очень важно всё-таки следовать своим целям, пусть маленькими шагами, пусть не сразу, не быстро, но следовать своим желаниям, и тогда будет всё нормально. Так, это были Девы. Теперь мы смотрим весы. А весы, наоборот, как раз пойдут на пролом на неделе. И, знаете, вы получите хорошие результаты. Вам надоело что-то терпеть, вам надоело что-то ждать, вам надоело, знаете, как вот, что в чём-то идёт у вас остановка. Вы будете настолько настроены идти вперёд к своим мечтам, что, в принципе, вы сможете переломить эту ситуацию. Да, будет трудно. То есть здесь вы должны быть готовы к тому, что легко вам не будет. Но если вы будете просто вот твёрдо идти уверенным шагом к своим мечтам, вы получите на неделю. То есть у вас реально есть возможность изменить и получить то, что вам давно хотелось. Конечно, может кому-то не понравится, либо кто-то будет вас специально отговаривать от этого. Но если вы не будете поддаваться разговорам, уговорам различным со стороны, что да зачем тебе это нужно, вдруг не получится и так далее, если вы не будете этому поддаваться, вы значительно сможете продвинуться вперёд. Причём настолько, что вам даже будут завидовать ещё. Поэтому в первую очередь вы должны слушать только своё сердце, свою интуицию. И несмотря на препятствия, которые будут вас предостерегать как раз на неделе, вам нужно просто двигаться вперёд. Но если даже вы чувствуете, что у вас есть, скажем так, на пути какие-то неприятности, либо идёт какая-то остановка, не отчаивайтесь, а просто продолжайте двигаться вперёд. Конечный результат всё-таки, наконец, получение именно всего задуманного, то есть то, что вы для себя поставили. Самое главное — определиться с целью. Потому что у вас сейчас немножко идёт, вот знаете, на неделе будет идти такое состояние, что разносторонность. То есть хочется и там изменить, и в другом аспекте изменить. Там какие-то финансовые вопросы, деловые, личные отношения. Но вы должны будете сосредоточиться, возможно, на какой-то одной задаче, чтобы вы уже почувствовали вот этот поток энергии, который вас направит. И вот когда вы уже это почувствуете, пробьёте стену в каком-то моменте, даже обратите внимание на самый сложный аспект. Потому что у вас предоставятся возможности решить даже самую сложную свою задачу. То есть ту проблему, которая вас тревожит. И вот когда вы её пробьёте, когда вы её уже решите, то все остальные вопросы для вас уже будут очень легко решаться, что вы уже просто, знаете, как по щелчку пальцев сможете всё решить. Так, давайте вам тоже совет. Учитесь ценить каждый миг в вашей жизни. Будьте благодарны за всё Вселенное. Вы знаете, вот у вас как раз на неделе всё-таки Вселенная вам даёт свою богосклонность. То есть на неделе, как я уже многим говорила, просто почаще говорите слово «благодарю». Всё. Это для вас будет, знаете, такой вот толчок к активным действиям, чтобы получить задуманное предупреждение. Не поддавайте желанию, оставите всё неизменно. То есть в какой-то момент у вас может быть немножко, знаете, такое послабление, что «а может не надо это ничего, может оставить всё как есть». Вот как раз вам и даётся предупреждение, что не стоит поддаваться именно внутренней панике, именно внутреннему такому порыву, что вот оставить всё как есть. Нет, наоборот, действуйте. Тем более вам даётся всё с трудом, и поэтому вы должны просто смело идти вперёд. Вот у вас так. Так, это были весы. Теперь мы смотрим скорпион. Какая-то эмоциональная неделя у вас идёт на самом деле. Конечно, всё успокоится, успокоится, но разбор полётов будет однозначно. У вас идёт именно такой момент, что очень много будет споров относительно… Знаете, вот вы как-то будете пытаться оправдаться перед кем-то на неделе. То есть вы будете пытаться кому-то что-то доказать, что-то объяснить. Здесь самое главное – не поддаваться особо сильным эмоциям. Но знаете, как в разговорах вы можете кому-то что-то лишнее сказать, кого-то ненароком обидеть, то есть совершенно другого человека, из-за чего потом будете сильно жалеть. Но будут такие люди, которым будут вас провоцировать. Специально выводите вас на скандалы. То есть особенно, когда увидят, что вы подвержены, скажем так, эмоциональным спляскам на неделе, будут вас провоцировать. Возможно, это будет сделано специально, осознанно, чтобы выведуть у вас какие-то новости, предположим, какую-то информацию. Поэтому самый главный аспект – держите язык за зубами на неделе. Молчание для вас на неделе – это будет у золота. Потому что вы тогда сможете именно сохранить какие-то тайны, не поддаться провокациям, которые будут на неделе. И тогда будет всё нормально. Если вы будете с кем-то спорить, пытаться что-то доказать. То есть если вы будете это делать, то делайте это с умом. Не на эмоциях. Потому что они настолько у вас будут преобладать на неделе, что вы даже в какой-то момент от этого подустанете. Не совсем будете справляться именно с этим потоком энергии, который будет у вас идти. То есть если вы чувствуете, что уже перегружена какая-то информация, что уже просто перебор в чём-то идёт, то старайтесь находить возможности себе отдыха. То есть отвлечься от этих неприятных, предположим, разговоров, либо от какой-то ситуации. Если вы сможете это сделать, тогда на неделе у вас всё будет прекрасно. Если будете поддаваться разговорам, неприятным вот этим аспектам, но будьте готовы, что вам придётся всю неделю с кем-то бороться. То есть отстаивать свои права, свои позиции. Но самое главное, что всё-таки у вас это получится. То есть несмотря даже на, скажем так, трудности, но вы всё-таки сможете совладать со своими эмоциями, чтобы уже получить желаемое. Поэтому здесь для вас это важно. Доведите начатое дело до конца. То есть вот здесь как раз и вам говорится именно о том, что если даже вы чувствуете, что уже вы не справляетесь, возьмите себя в руки все свои силы для того, чтобы всё-таки, знаете, как это не растянулось у вас на года, а чтобы это всё происходило на неделю, чтобы вы могли это всё завершить на неделе. Так, предупреждение. Не цепляйтесь ни за что материальное и постоянное. То есть вы должны быть, знаете, как сосредоточены именно не на том, что будет в будущем. То есть то, что там, ну вот я делаю это всё ради будущего, там ради кого-то, а именно то, что важно для вас в первую очередь. То есть всё равно следите за своим внутренним миром вот в течение недели, то есть за своим внутренним состоянием. То есть если вы чувствуете, что вам это не нравится, либо некомфортно, там элементарно даже общаться с каким-то человеком, не настраивайте себя на это и не пытайтесь кому-то угодить, предположим. Потому что здесь вы должны быть, знаете, как вот чувствовать себя легко и комфортно, чтобы удачно решить свои вопросы. Вот у вас так. Так, теперь мы смотрим стрелец. Интересно. Вообще, знаете, вот у вас, знаете, вот такой момент, стрельцы, вам очень важно вот правильно расставить свои приоритеты на неделе. Здесь идёт такая позиция, что может в вашей жизни появиться человек на неделе, который всё перевернёт. И вы как-то будете очень, ну, стараться выйти из этого состояния, что будет очень достаточно нелегко. То есть здесь в первую очередь свой дом не пускайте незнакомцев, особенно если вы не знаете. Если при знакомстве вы чувствуете, что человек что-то не договаривает, не пытаетесь там узнать его получше, лучше вообще с такими людьми сразу не общаться. Вообще, на неделе вы будете очень подвержены обману и, знаете, вот таким провокациям, что очень трудно будет справиться с некой ситуацией, которая не совсем, к сожалению, в вашу пользу идёт. То есть очень сложно будет чего-то добиться на неделе. Но если вы будете всё-таки осторожны и никому не будете рассказывать о том, что вы делаете, то, возможно, вы сможете избежать очень многих ошибок. Будьте внимательны в документах. То есть для вас это прям очень важно, потому что, особенно если кто подписывает какие-то документы, либо у кого идут судебные дела, то обращайте внимание именно, что написано в документах, либо то, что вы подписываете. Потому что здесь можете что-то не увидеть, элементарно какую-то строчку, и потом будете сильно жалеть. Если вы продаёте недвижимость, потому что может быть продажа или покупка недвижимости, также следите за бумагами. То есть смотрите очень внимательно. Не верьте сразу человеку, который будет пытаться влезть в вашу душу, который будет, знаете, пытаться влезть в ваши дела, в вашу семью, что вот там какая-то помощь, либо что поможет перевернуть вам горы. Не верьте в это, потому что это просто обман будет. Внимательно следите вообще за ситуацией, то есть что происходит в вашей жизни, потому что здесь вы можете очень сильно в ком-то либо в чём-то ошибиться, и это вам может создать лишние проблемы, неприятности. Вы сможете выйти из этого, конечно, то есть у вас получится, но вы просто больше потратите сил, времени и энергии. Поэтому здесь не ввязывайтесь ни в какие дела, не ввязывайтесь ни в какие, даже если вам будут обещать золотые горы, не надо, потому что здесь вы не сможете получить то, что вам будут обещать. И вообще вам нужно на неделе быть очень осторожными. То есть стараться больше всё-таки, знаете, как если хочется поговорить, то лучше только с родными семьёй, потому что здесь никому не доверяйте на неделю, так как, ну знаете, как могут выслушать, но это потом всё может обернуться против вас. Очень много будет сложностей связано с работой, но это вам позволит укрепить финансовую сторону, несмотря на то, что будут сложности. Знаете, как немного такое недопонимание на работе, какие-то разговоры, и очень подвержены будете слухам, сплетням на работе, очень сильно подвержены. Но тем не менее у вас идёт такая позиция, что вы всё-таки сможете выправить ситуацию, если вы будете следовать именно своим принципам. Не на кого-то там опираться, либо слушать кого-то, а следовать своим принципам. И если вы будете внутренне спокойны и не пытаться, и не психовать, переживать, что что-то не получается, тогда, да, тогда у вас всё, ну скажем так, во всяком случае, более-менее пройдёт спокойно. Так, давайте вам совет. Сделайте перерыв, чтобы восстановить свои силы. Не перенапрягайте себя. То есть, если вы чувствуете, что где-то уже силы на исходе, возьмите себе перерыв. Это вас наполнит энергией, даст вам возможность увидеть, возможно, какую-то ситуацию иначе, совершенно с другой стороны, и, возможно, людей, которые вас будут окружать. Предупреждение. Не принимайте резких и жёстких решений. Но вот у вас идёт именно такой момент, что здесь нужно очень внимательно всё-таки вот смотреть на своё окружение в течение недели, потому что риски обмана есть, поэтому здесь будьте внимательны. Так, это были стрельцы. Теперь мы смотрим козерог. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok У козерогов интересная неделя на самом деле. Знаете, у вас на неделе будет такое обстоятельство, такая ситуация, что какое-то событие перевернёт всё с ног на голову у вас. То есть, знаете, как перевернёт именно всё абсолютно. Причём здесь изменится ваш привычный образ жизни. Вот у вас идёт так. Итак, козероги, у вас получается такая ситуация, что вот именно, понимаете, у вас идёт именно такой момент, что обстоятельства, в первую очередь, даже человек, который может появиться в вашей жизни, знаете, он внесёт такую некую яркость в вашей жизни, такие вот сильные эмоции, внесёт вам какие-то, знаете, вот такие вот яркие события, которых, возможно, вам не хватает в вашей жизни. Но будьте осторожны, потому что это могут быть и иллюзии. То есть, очень важно вам обращать внимание именно на то, что вам говорят, именно ваш адрес. Потому что либо вы должны проверять информацию, потому что может быть всё не так, как вам будут, ну, до вас будут доносить. То есть, вы должны проверять любую информацию. Потому что может быть такой момент, что вам говорят одно, а потом в процессе откроется совершенно другое. И у вас идёт очень сильное разочарование. Поэтому здесь будьте внимательны. Особенно, кто одинокий, кто познакомится уже, да, вот именно с человеком, с которым вам будет казаться, что вы можете построить отношения. Да, возможно. Но прежде чем поверить этому человеку, предположим, прежде чем выстраивать с ним отношения, вам очень важно, вот, ну, знаете, как вот сразу узнать, что он из себя представляет. Да, потому что здесь может быть такой момент, что совершенно будет потом картинка проясняться иначе. Поэтому здесь будьте осторожны. Единственное, что идёт такой момент, сами каких-то резких изменений на этой неделе не делайте. Потому что немножко обстоятельства не совсем будут удачно складываться для вас. То есть будет очень много таких препятствий, но которые вы просто не в силах будете решить. То есть вы просто будете, знаете, как вот уладите какие-то вопросы, то есть которые вас тревожили, и вы сможете легко их решить, эти вопросы достаточно легко. Но вот относительно того, чтобы непосредственно что-то перевернуть, да, ну, знаете, как что-то надоело, там вот хочу сменить работу, то как раз на этой неделе не стоит этого делать. И также старайтесь не выяснять отношения, потому что ни к чему хорошему это не приведёт абсолютно. То есть если вы чувствуете, что вот какая-то ситуация зашла в тупик, лучше пока оставьте. Вот оставьте как есть. Не пытайтесь там в чём-то переубедить человека, предположим, да, либо в чём-то себя вот перенастроить на какую-то другую ситуацию. Вы ни к чему не придёте. Вот для вас самое важное на неделе это вот оставить всё как есть. Тогда вы не наделаете ошибок и сможете уже во всяком случае более улучшать свою жизнь, чем потом будете жалеть вот именно о тех действиях, которые вы сделали. Так, совет для вас. Вот у вас тоже идёт случайность и не случайность. То есть здесь идёт та ситуация, что в какой-то момент вы почувствуете, что вот что-то в вашей жизни происходит не просто так. То есть возможно, что вы как раз на неделе должны научиться некому терпению, выжиданию какой-то определённой ситуации, что не время, предположим, что-либо менять. И вы должны это понимать. Так, о предупреждении. Вы склонны принимать желаемость за действительное. Вот здесь как раз и показано, что может такое появиться человек, либо такое обстоятельство, что вы вот на сто процентов поверите, а потом это выяснится, что он совершенно там, ну, другого представления. Понимаете, что совершенно другой человек, что у него другая там жизнь элементарно, да, либо ситуация какая-то. Поэтому здесь вот старайтесь, чтобы не было потом больно и обидно, старайтесь всё-таки как-то это всё контролировать. Так, это были козероги. Теперь мы смотрим в идолей. Что-то в идолею совсем всё печально. Да, что-то в идолею всё печально. Ну, смотрите, что получается. У вас неделя очень переменчиво идёт. На самом деле, прям я вижу, что очень серьёзные будут перемены. И не совсем вы готовы к этим переменам. То есть здесь есть некоторые аспекты, к которым вы должны быть осторожны. В первую очередь старайтесь не допускать близко людей свою жизнь. Особенно, если вы не уверены в этом человеке. Не паникуйте, если что-то идёт не так. Потому что всё равно поддержка даже в самый трудный момент вам будет на неделе, что позволит немножко как-то ослабить какую-то ситуацию и улучшить её. То есть немножко как-то почувствовать себя увереннее. Не паникуйте сразу, если что-то идёт не так. Потому что неделя неоднозначная. Очень много будет событий, которые будут происходить, и вам только придётся крутиться и вертеться. Но тем не менее, если вы сами для себя выстроите правильную позицию и не будете паниковать, а спокойно решать, тогда да, тогда вы сможете решить эти вопросы. Здесь немножко идёт у вас такая ситуация, что, знаете, как идёт некое разочарование ещё именно. Возможно, что в человеке. Возможно, что в ситуации, в которой, знаете, как возможно, что вы недооценили. То есть может быть такая ситуация, что вы были уверены в том, что действительно всё получится, но может пойти всё не так. И это вас будет очень сильно разочаровывать, это будет очень сильно вас раздражать. И вам придётся менять какие-то свои позиции. То есть вы к этому должны быть готовы. Несмотря на то, что, в принципе, вы сможете выйти из этой сложной ситуации, вы всё-таки найдёте решение именно для какой-то своей важной задачи. То есть у вас получится, вы сможете. Но если вы не будете паниковать, если вы будете всё-таки ограничивать какое-то общение, потому что здесь идёт такой момент, что люди, которые вас будут окружать, к сожалению, они не подскажут вам правильного решения, чтобы вы могли выйти из какой-то ситуации. Здесь вы должны рассчитывать только на себя. К сожалению, как бы не было тяжело, и как бы не было тяжело принимать какой-то очень важный такой аспект, но тем не менее вы потом поймёте, что это было неизбежно, что это всё равно нужно было пройти. То есть возможно, что кто-то потеряет работу. Может быть такой момент, что вам скажут, что всё, сегодня там последний день, и всё. Возможно, что будут отношения на грани, либо какая-то ситуация на грани. И самое главное, вам не паниковать, а стараться сохранять спокойствие, как бы не было трудно, потому что вы всё равно сможете выйти из этой ситуации, но не на этой неделе, возможно. Может быть такой момент, что через неделю вы можете к этому прийти, потому что есть именно риски того, что всё пойдёт на неделю не так, как вы для себя рассчитываете. Понимаете, вот идёт именно такой момент. И поэтому здесь вам самое главное настроить себя на то, что это всё пройдёт, что наступит вот этот период, когда вы всё-таки пересмотрите какие-то свои позиции. Но старайтесь на этой неделе, знаете, вот как не принимать очень таких серьёзных решений, потому что у вас и так всё будет переворачиваться, идти не так, как вы для себя рассчитываете. Так, давайте вам совет посмотрим. Что-то у вас в неделе очень напряжённая. Совет. Вот у вас идёт такой момент, что не успокаивайтесь на том, что у вас есть. Ищите новое и лучшее. И вы сможете это сделать, найти новое и лучшее, если вы будете внимательны именно к своим действиям. И если вы не будете там сосредотачиваться на том, что вот кто-то там что-то сказал про вас, и всё, и вы из-за этого расстроены, и бросаете все свои дела, только для того, чтобы там разобраться в чём-то. Вам нужно обязательно настраиваться на то, что этот период пройдёт, и всё наладится. Так, предупреждение. Всему своё время. Вот, знаете, здесь вы должны просто для себя тоже поставить такую задачу, что пришло время что-то менять. Вот пришло сейчас вот то самое время, хоть и вам тяжело, сложно, но тем не менее вы потом поймёте, что это было неизбежно и нужно в первую очередь для вас. Так, это были водолеи, и теперь мы смотрим рыбки. А вам, рыбки, наоборот, надо действовать. И причём активно. Знаете, у вас идёт именно такой момент, что вам, наоборот, нельзя сидеть на месте, потому что здесь идёт такая позиция, что, как говорится, если вы будете ждать у моря погоды, ничего не получится у вас, ничего не сможете добиться. Вам самое главное — это, знаете, вот почувствовать уверенность в себе и направить себя, настроить на то, что нужно двигаться. То есть уже нет смысла, предположим, что-то ожидать. То есть вы будете чувствовать на неделю, что все ваши ожидания ни к чему хорошему не приводят, что это бесполезно. Ну, знаете, как, может быть, от какого-то человека ждёте, скажем так, какое-то выгодное предложение, либо ждёте какие-то изменения, и вы понимаете, что это всё бесполезно. То есть возможно, что вы даже долгий период времени ждёте, и, возможно, усугубляется какая-то ваша ситуация, понимаете? То есть как становится всё хуже. И, соответственно, здесь идёт такая позиция, что вы должны сами начинать действовать. А причём у вас это будет получаться легко. Вам очень сложно будет именно сделать вот этот шаг, понимаете? Просто переломить вот эту ситуацию, вот это перешагнуть, вот этот период ожидания к активным действиям, для того, чтобы можно было уже, наконец, начинать что-то реализовывать. И вот когда вы это сделаете, когда вы это поймёте, у вас на пути люди появляются нужные для вас, которые вам будут помогать, оказывать хорошую поддержку, направлять вас, давать вам определённый импульс, и вот тогда у вас всё закрутится. Понимаете? А если вы будете сидеть и ждать, ничего не получится. Поэтому здесь у вас как раз идёт неделя такая очень переменчивая. Именно вот этот процесс перемен, вот этих изменений, он очень высок. Но если вы сами себя настроите на это, если вы не хотите ничего менять, всё равно обстоятельства заставят. То есть будет такой момент, что появятся возможности, появятся люди, появятся нужные какие-то интересы, появятся определённые идеи какие-то, которые вас будут направлять. То есть вы почувствуете вот это вдохновение, что вы способны на многое, а что я там сидел-то, понимаете? То есть это вы должны подхватить, соответственно, чтобы вы уже могли реализовать очень многое. Также кого-то ожидают дороги, причём вся неделя в дорогах, либо у кого-то переезд. То есть если вы давно ждали и ждали, надеялись, но когда же это случится, вот как раз и случится. То есть на неделе у вас однозначно идут дороги. Единственное, что немножко сложности идут, это в финансах. То есть если вы ждали какую-то прибыль, то очень мало вероятно, что вы сможете получить на неделе прибыль. То есть вы больше, скажем так, не получите. Особенно это касается, если кто на процентах, кто своим бизнесом занимается. Здесь вот есть такой момент, что больше, к сожалению, на этой неделе. Но вы зато дадите толчок. То есть вы начнёте что-то развивать, начнёте что-то менять, что вам позволит, вот знаете, как-то сдвинуть, скажем так, с мёртвой точки какую-то ситуацию, какие-то обстоятельства, что позволит вам как раз в дальнейшем зарабатывать намного больше. Вот у вас так. Сила духа и сила желания помогут достичь цели. Вот как раз у вас и идёт такая позиция, что только ваш настрой, только ваше желание позволит вам очень многое получить. Так, а предупреждение? Не принимайте пока окончательных и судьбоносных решений. Вот как раз вас на неделе нельзя в чём-то ставить точку, потому что вы потом в процессе поймёте, что наоборот, вы можете очень многое реализовать и получить. Но не будьте настолько критичны к себе и не ставьте вот именно какой-то окончательной точки в каком-то деле, потому что вы что-то сможете улучшить. Ну, это у вас так. Это вот были рыбки. Вот такой вот у нас с вами получился расклад на неделю. Я вам всем желаю, чтобы всё, что вы задумали на неделе, вы смогли реализовать и очень легко. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok